Всем привет! В новом выпуске Инвейдера мы расскажем, как маленькие роботы в форме рыбки помогают лечить рак, что стоит за новой тактильной перчаткой от компании Мета, насколько точен оказался беспилотный скоростной поезд в Японии и многое другое. Складывается впечатление, что компания Мета в прошлом Facebook активизировала команды разработчиков по всем фронтам. На этот раз пришли новости из цеха по созданию тактильной перчатки, позволяющей ощущать объекты внутри виртуального пространства, как будто бы они существуют в реальности. Данная технология не нова, но когда в дело вступают подопечные Марка Цукерберга, ожидания всегда повышенные. Глава проекта Шон Келлер отмечает, что перчатка создается с нуля. Для нее разрабатываются особые материалы и запчасти, а сотрудники дотошно изучают природу человеческих ощущений при взаимодействии с предметами. Одна из важнейших составных частей новой перчатки — множество маленьких подушечек, наполненных воздухом внутри каждого пальца, которые способны менять уровень давления в зависимости от объекта в виртуальной реальности. А для того, чтобы эффективно обрабатывать большое количество информации в реальном времени, разработчики вовсю трудятся над высокоскоростным процессором, работающим на принципах микрогидродинамики. При этом перчатка не должна быть громоздкой и перегреваться во время использования. Пораскинув мозгами, специалисты из МЕТА решили не искать легких путей и создали собственное электропроводное волокно, которое обещает быть легким, гибким и, самое главное, дешевым. А чтобы не быть голословной, компания на днях разместила новое видео с демонстрацией прототипа своей тактильной перчатки. Удивительно, но на следующий день после обнародования этой информации, компания HaptX, также занимающаяся разработкой VR-перчаток, выступила с заявлением, что в МЕТА просто взяли и скопировали их патенты. В свою очередь, представители МЕТА отказались от комментариев. Ну а мы будем следить за интригами и расследованиями в этой области. А пока ученые со всего мира пытаются создать наиболее технологичный самолет-беспилотник, легендарный авиационный онлайн-экшен War Thunder предлагает вам сесть за штурвал самостоятельно. В новом глобальном обновлении «Дрожь Земли» вас ждет более 2000 единиц техники, от Второй мировой войны до современности. Пробуйте различные варианты и экспериментируйте. Поставьте советский вертолет Ми-28НМ против китайского истребителя танков ЗЛТ-11. Также добавился терраформинг. Отныне взрывы снарядов ваших самолетов оставляют воронки и кратеры. А некоторые виды наземной техники, оснащенные ковшами, смогут буквально закапываться под землю. Изменяйте рельеф и используйте его особенности для победы. Помимо этого, в числе новых наций добавился Израиль и его самолеты. Благодаря детализированной графике и реалистичному звуку, War Thunder и обновление «Дрожь Земли» позволят вам на собственной шкуре почувствовать атмосферу настоящей войны. Переходите по ссылке в описании и побеждайте! Автопроизводитель из Греции, Spiros Panapolis Automotive, известная своими двигателями для дрэк-рейсинга, представила на суд публике весьма загадочный автомобиль с большими амбициями. Первый в мире ультракар чудовищной мощности. Хаос. Мотор для греческой чудо-колесницы создавался как будто бы самим Зевсом. Устрашающие цифры в 3065 лошадиных сил должны заставить конкурентов задуматься, ведь большинство нынешних суперкаров не превосходит одну тысячу лошадок, а максимум электрокаров пока ограничен двумя тысячами. Отметим, что такие внушительные показатели достигнуты благодаря необычной технологии 3D-печати с экзотическим названием анодиапласии, позволяющая проектировать узлы двигателя отдельно, образовывая ветвистую прочную конструкцию с маленьким весом. В качестве материалов используются магниевые сплавы, титан и корбид кремния. Понятное дело, при такой мощности хаос способен развивать невероятную скорость. Всего за 7 секунд машина разгоняется до 300 км в час, а по максималке может преодолеть 500 км в час. Единственная проблема, как будет вести себя такой зверь на реальной дороге пока непонятно, ведь разработчики пока не проводили никаких полевых испытаний. Надеемся, что долго кормить завтраками нас не будут, и вскоре мы сможем увидеть футуристический ультракар в деле. Крайне интересное изобретение показали американские ученые из Северо-Западного университета, которая в будущем может серьезно облегчить жизнь автомобилистам, а также пешеходам. Речь идет о специальной камере высокого разрешения, способной в буквальном смысле видеть невидимое, например, потенциально опасные объекты, скрывающиеся за слепыми поворотами. Работает такая система по методу синтетической волновой голографии. Камера излучает рассеянный свет, который впоследствии отражается от объектов, включая те, что находятся вне поля зрения и возвращается обратно, после чего специальный алгоритм внутри камеры обрабатывает информацию и выдает смоделированное 3D изображение того, что происходит за углом, либо скрыто туманом или каким-то препятствием. Авторы проекта отмечают, что световые волны могут быть использованы как заменитель медицинского эндоскопа и давать изображение внутренних органов, что может помочь медицинским работникам оперативно оценивать состояние пострадавших в трудных ситуациях. Последние разработки ученых в сфере медицины привели к появлению по-настоящему прорывных методов лечения тяжелых болезней, в том числе рака. Химиотерапия обладает рядом пагубных побочных эффектов, но что, если попытаться снизить их действие, направляя химическое вещество точно на опухоль, не затрагивая другие части организма? В этом могут помочь микророботы, управляемые с помощью магнитов. Сами роботы сделаны из гидрогеля и напечатаны на 3D-принтере в форме различных животных – рыб, крабов или бабочек. В специальных емкостях, расположенных во рту или на клешнях, маленькие существа несут частицы химического вещества, а при изменении определенного уровня кислотности робот будет автоматически выпускать химию на опухоль. Для контроля над микророботами их заблаговременно опускают в раствор, содержащий частицы оксида железа для придания магнетических свойств. На данном этапе технология неплохо проявила себя в лабораторных тестах, однако до проведения испытаний на человеке еще далеко. Авторам проекта придется сделать роботов еще меньше и намного более управляемыми, чтобы контролировать их движение по человеческому телу. А тем временем в Японии не совсем удачно прошли испытания беспилотного скоростного поезда «Синкансен» от компании «Из Джапан Рейлвей». Что же случилось? Состав сошел с рельс? Конечно, нет. Поезд совершил небольшое путешествие на расстоянии 5 километров от станции Ниегата на северо-западе Токио до депо, развив скорость в 110 километров в час. Но при выполнении торможения искусственный интеллект допустил помарку, остановившись дальше указанной линии на 8 сантиметров. Вам покажется это смешным, но педантично японцы все измерили. Правда, лимит ошибки для человека составляет целых 50 сантиметров, так что робота-автопилота в итоге простили и не спишут на металлолом. Ну а если без шуток, то это был первый случай, когда коммерческий пассажирский состав проехал необходимую дистанцию без помощи машиниста, хотя на всякий пожарный случай в кабине все-таки находился надзиратель. Запустить беспилотную технологию в действии японцы планируют через 5, максимум 10 лет. К сожалению, в мире высоких технологий не так часто можно встретить что-то действительно милое и приятное. Японская компания NTT Docomo решила исправить ситуацию и представила свою инновационную разработку – дрон в виде воздушного шарика. Несмотря на свою практичность, обычные беспилотники заметно раздражают шумом пропеллеров, потребляют много энергии и к тому же могут быть небезопасны для окружающих. Концепт шара дрона Docomo избавлен от всех этих проблем. Он абсолютно бесшумен, экономичен и безвреден. В качестве наполнителя используется обычный гелий, при этом забавный на вид аппарат оснащен камерой и способен снимать фото и видео, как подобает настоящему дрону. Помимо прочего, шар обладает еще одной уникальной особенностью – ультразвуковыми модулями, которые, производя микровибрации, могут направлять дрон в любом выбранном направлении. По замыслу авторов, дрон Docomo прекрасно подойдет для неспешных, спокойных съемок мероприятий как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Однако очевидно, что ни о каких экстремальных съемках на большой высоте или на высоких скоростях речи не идет. На этом выпуск подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в новом выпуске Инвейдера.